Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? У Ольги Рапунцеля Алены Савкиной никак не получается найти общий язык. Эта младшая сестра ищет способ наладить отношения со старшей, а Ольга не намерена общаться с Савкиной. Она заблокировала её, чтобы та не могла к ней дозвониться, внесла в чёрный список. Самый юный участник битвы экстрасенсов пришёл на Дом-2. Никита Турчин расстался с девушкой и хочет найти новую любовь. Он хочет затмить самого Влада Кадони и повторить его путь. Объявилась мама Саймона Морданшина. Женщина дала интервью журналистам. Она одна воспитывала Саймона до 11 лет. Тогда были очень тяжёлые голодные времена без социальных выплат и пособий. К тому же Саймон был трудным подростком и поэтому она отдала его в детский дом. Но женщина никогда не забывала о сыне. Она часто вспоминала его, показывала всем его фото и переживала. Сейчас у женщины никого нет, она инвалид по зрению и недавно ей исполнилось 55 лет. Ей приходится нелегко, но она держится и подрабатывает где может. Саймон обижен на свою мать, не желает с ней общаться. Его мама тоже теперь обижена. Она не хочет на проект, не хочет общаться с сыном, но регулярно за него молится и переживает. Проект покинула новенькая Сабина Абдулаева. Она приходила к Саше Гобозову, но внезапно поняла, что маленький сын для неё дороже проекта. Настя Яндальцева и Давид Анташвили признались в симпатии друг к другу. Возможно, Давида отправят к девушке на остров. А буквально вчера она признавалась к симпатии к новенькому Мандезиру. Также на проект отправили Кирилла Воробьёва и двух новеньких участников Таню Рудакову и Виктора Шароварова. Саша Шева очень ждёт прилёта парней. Они оба ей симпатичные, Кирилл и Виктор. Саша считает, что наличие у Виктора двух детей – это не помеха отношениям, ведь у неё самой есть за периметром дочь. Скоро на проекте запустят новое шоу наподобие интуиции. Надя Ермакова приглашает для участия в этом шоу людей разных профессий. Съёмки оплачиваются. Маша Кокно, которая всегда считалась близкой подругой Майи Донцовой, подтвердила сплетни про неё. Она говорит, что Майя действительно ждёт ребёнка, и тема с необходимостью забеременеть была поднята недавно не просто так. Маша рассказала об этом в прямом эфире, Майя пока никак не комментирует её слова. Марго Овсянникова до последнего отрицала свою работу в эскорте. Ей даже удалось обмануть детектор лжи. Но девушка всё-таки решилась рассказать правду. Она говорит, что если бы не раздвигала ноги, то их пришлось бы протянуть. Это был её осознанный выбор, она хотела помочь семье. Можно было пойти на несколько работ, говорит Марго, но вышло иначе. Она перепробовала практически всё. Оказалось, что девушке нравится грубость в постели. Ей нравится, когда её хватают за шею, она и сама может ударить и придушить. Марго нравится разнообразие. К секс-игрушкам она относится позитивно, но больше всё-таки нравятся плётки. Вибраторы не очень приветствую, говорит Овсянникова. Хотя во время работы в эскорте всякое случалось. Я люблю волшебство, могу заниматься этим час без перерыва. Вот так вот. Рассказывая обо всём этим, чувствуется, что девушка кокетничает и даже как будто гордится своим прошлым. Актриса Елена Корикова пригрозила судом Оксане Рязко. Оксана сказала, что её 50-летнего любовника увела именно Корикова. Елена пишет, эта сказочница решила пропиариться за мой счёт, приписав мне роман с другом нашей семьи. Мой адвокат уже занимается этим вопросом. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе.